Вопреки планам совершить быстрый и эффектный Блицкриг, российская армия застряла в Украине. Ее потери одни из самых больших в современных войнах. За полгода войны достигают 47 тысяч, а вместе с ранеными и без вести пропавшими цифра превышает 100 тысяч. Армии не хватает живой силы для хоть какого-то прорыва. Нехватку солдат и офицеров на фронте военные чиновники характеризуют как катастрофическую. Кремлевские генералы полагают, что нынешней численности российских военнослужащих недостаточно, чтобы быстро захватить несколько областей Украины. А с нынешним темпом продвижения армии война может затянуться еще на полтора-два года. Но министр обороны Шойгу боится идти к своему хозяину и поставить вопрос о хотя бы частичной мобилизации. Ведь перед началом вторжения в Украину он обещал Путину, что все решится быстро и исключительно силами профессиональной армии. В это поверил Путин и пообещал обществу не проводить масштабную мобилизацию. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Теперь Шойгу оправдывается. Мол, Россия сознательно замедлила темпы наступления в Украине. Мол, сокращение интенсивности боевых действий связано с якобы желанием сохранить жизни гражданского населения. Шойгу, наверное, забыл об ударе так называемыми высокоточными искандерами по станции Чаплина в Днепропетровской области в День независимости. Напомню, ракеты попали в пассажирский поезд и автомобили мирных граждан. В результате погибли 25 человек. И таких примеров много. Путинский картонный маршал также не помнит, что о сознательном замедлении продвижения российских войск в Украине он уже говорил. Это было в конце весны, после неоправдавшихся ожиданий на победу к 9 мая. На самом деле РФ замедлила наступление не из-за заботы о гражданских, а из-за собственных неудач. Это в стиле Путина, так сказать, если посмотреть его психологический портрет, он же выходец из спецслужб и фактически он проводит такие спецоперации, которые для широкого электората или широкого загала, как у нас говорят, они непонятны в принципе по сути. Все начинают обсуждать, а что это, для чего это, какие причины. А причина очень простая. Это признание, нежелание признавать потери, то есть те реалии, которые произошли на поле боя, что российская армия понесла огромные потери. И если это признать, то это уже не спецоперация. И она далеко не успешная, как говорится, каждый день с экранов телевизоров всем гражданам России. Что она успешная, что она движется по плану. Значит, Шойгу там операцию прикрытия делает. Мы замедляем ход этой операции для того, чтобы не пострадали гражданские. На самом деле, это банально просто понесла огромные потери и в живой силе, и в технике. И сейчас надо это все как-то компенсировать, если ты хочешь продолжать эту операцию, как-то завершить ее, довести до логического конца. В британской разведке утверждают, российское наступление забуксовало из-за низкой эффективности российских подразделений и ожесточенного сопротивления украинцев. Но Путин и его шавки и дальше говорят. Так называемая военная спецоперация идет по плану. Она идет по намеченному плану. Все задачи будут выполнены. Кремлевский царь оказался заложником собственного рта. Он не может решиться на непопулярный шаг. Объявить всеобщую мобилизацию. Бункерный генерал пошел на хитрость. Путин выдал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ. Насколько эффективна такая тактика, я имею достаточно большое сомнение, потому как в минувшие шесть месяцев активная фаза российско-украинского противостояния убедили весь мир, что путинская Россия фактически не способна к компромиссу в рамках переговорного процесса. А во-вторых, все заявления о невероятной мощи российской армии превратились практически в прах благодаря успешным, активным и эффективным действиям украинских сил обороны. За четыре месяца Министерство обороны РФ приказано набрать в армию 137 тысяч военнослужащих, чтобы довести до Нового года их общее число до 1 миллиона 150 тысяч человек. Общая штатная численность армии, включающая не только военнослужащих, должна превышать 2 миллиона человек. Так теперь в РФ называется мобилизация. Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизироваться, объединиться и стать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. И это и есть патриотизм. История учит, что в России обычно происходят революции после того, как раздают оружие или мобилизируют народ российский. Российский народ бесправный, вот это все понимают, но элита во всяком случае российская понимает. И когда наступает опасность для отечества, как говорится, начинают раздавать оружие, вот, как правило, это оружие потом поворачивают против самой элиты российской. Посмотрите в 20-м столетии, как это все происходило. Евральская революция, потом Октябрьская революция и так далее. Прогрош в Первой мировой войне, когда тоже призыв был широкомасштабный. И фактически Россия теряла, как они считают, государственность в результате. Я думаю, что именно эта боязнь потери вот этой вот падающей империи, с нашей точки зрения, останавливает Путина от того, чтобы объявить широкомасштабную мобилизацию. Ну и вторая причина – престиж. Путин же работал на имидж непобедимого, так сказать, который переигрывал всех в мире. Это, кстати, политика, что никто к подметке ему не годится. Он же с таким имиджем, как дошел и на перевыборы, и сейчас находится у власти. Указом об увеличении армии Путин пытается избежать массовой мобилизации, считают в Американском институте изучения войны. Российский публицист Андрей Пиантковский убежден, когда Путин боится объявить всеобщую мобилизацию, то это показывает, что это война. Война одного человека. Фактически Путин планирует найти резервистов и так называемых военных добровольцев. Фактически наемников. Скорее всего, Владимир Путин пытается подать такой себе сигнал мировому сообществу, что он готов повышать ставки, он готов увеличивать численность своей армии, и он готов к новым боевым действиям. Не только в отношении суверенной Украины, но и иных стран, ограничивающих территорию Российской Федерации. Такой себе шантаж, направленный на то, чтобы мировое сообщество обратило внимание на ультимативные требования российского диктатора. Потому как ядерный шантаж, который в настоящее время пытается реализовать российское правительство, связанное с оккупацией территории Запорожской АЭС, не очень хорошо работает. Возможно, таким образом, по мнению петельских аналитиков, мировое сообщество обратит внимание на требования кремля, и, соответственно, согласиться с некоторыми условиями из этого ультиматума. В настоящее время в российском обществе растет недовольство о происходящем на фронте. По данным опроса социологической службы Russian Field, затишье не нравится никому. Почти две трети россиян одобрили бы решение Путина подписать мирное соглашение, и практически столько же, 60%, поддержали бы и намерение начать новое наступление на Киев. Российские военные эксперты говорят, что увеличение армии в первую очередь связано с многолетним сокращением вооруженных сил и просчетами планирования при формировании гособоронзаказа. Особая нехватка ощущается в мотострелковых отделениях, где сейчас около 8 человек. Вместо штатного количества в 12-13 бойцов. По нормативам 1982 года, которые до сих пор действуют в армии РФ, батальонно-тактическая группа в составе 600-800 военных может вести наступление на участке фронта 1-2 километра, либо же оборонять до 5 километров фронта. В Украине в мае на Харьковском направлении было сосредоточено 5 российских БТГ. На участке фронта длиною в 100 километров, то есть в 4 раза меньше норматива. Кроме того, некоторые группы недоукомплектованы личным составом. Там всего по 500-600 человек. Некомплект российской армии составляет примерно 10-12%. То есть огромное количество вакантных должностей, которые не заполнены. И это при том, что российская армия предоставляет относительно неплохой социальный пакет в сравнении с иными областями жизнедеятельности российского общества. Но тем не менее, в армию российскую не особо стремятся жители и граждане Российской Федерации. И есть большое количество вакансий. Самый важный вопрос – кем Кремль будет доукомплектовывать армию? Указ Путина об увеличении армии в первую очередь должен вызвать тревогу у матерей, сыновья которых сейчас проходят срочную службу и осенью должны демобилизоваться. Алименты – уговоры, угрозы, насилие, шантаж, давление. Вариантов у российских пропагандистов, у российских силойков огромное количество, дабы заставить тех самых российских военных в случае срочной службы, которые осенью всего года должны будут уволиться из ребят вооруженных сил Российской Федерации, остаться в редакте самых вооруженных сил Российской Федерации и далее в том или ином статусе принимать участие в боевых действиях. Обратите внимание, российская пропагандистская машина использует любые штампы, направленные на демонизацию украинского сообщества. С одной стороны, а с другой стороны, всячески пропагандирует и призывает жителей Российской Федерации принять участие в так называемой специальной военной операции. И категория граждан Российской Федерации, как кто, военнослужащие срочные службы, это та категория, с которой проще всего работать. Эти люди уже находятся в строю, приучены к выполнению приказов и, соответственно, давление на них оказывать несколько проще, чем на людей, которые находятся в гражданском сообществе. Не исключено, что Кремль может использовать и новобранцев из осеннего призыва как самый быстрый способ ополнения армии. Срочники-желторотики позволят расширить вербовочную базу для заключения контрактов. Это дает возможность как раз людей отобрать и поставить под знамена в армии. Не просто мобилизацию проводить гражданские, знаете, и там разные настроения. А ты ставишь в строй, ты делаешь боевые подразделения, которые подчиняются присяге, которые подчиняются законам военного времени и так далее. То есть это люди, которые будут как бы находиться под давлением все-таки законодательства, то есть за ними надзор там и так далее. Это непросто. То есть по сравнению с мобилизацией это совершенно другое. А молодежь, конечно, частично за счет призыва, который потом закончится тем, что через три месяца предложат молодежи там подписать, ну научатся они стрелять, там стрельнут по дворам на полигоне, а потом им предложат подписать контракт и сумасшедшие деньги, чтобы они за эти сумасшедшие деньги и за родину, которая защищает всех от фашизма, они имели право умереть. Вот и все. По российскому законодательству, да и по заверениям Путина, призывники не должны воевать за пределами территории России. Но формально Россия не воюет с Украиной, Кремль проводит так называемую специальную военную операцию. Неизвестно, что может взбрести Путину после очередного поражения его армии на поле боя. Он в агонии может отправить на фронт и желторотиков. Русские матери, готовьтесь! Невозможно использовать солдат-срочников в рамках боевых действий. Но уж коль речь в российской нормативной базе идет о так называемой специальной военной операции, то почему бы и нет? Потому как солдаты-срочники, они практически находятся под принуждением возможностей избежать выполнения приказа в той или иной степени. Для них эта опция крайне ограничена. Поэтому вполне вероятно, что именно солдаты-срочники, которые в том числе и этой осенью будут призываться в рамках призывной кампании осень-22, могут быть привлечены к определенным мероприятиям в рамках так называемой специальной военной операции. Можно было бы предположить, что призывников не будут трогать для войны против Украины, если бы дела с мобилизацией шли хорошо. Но там проблемы. Минобороны фактически провалило программу подготовки резервистов по системе БАРС. Боевой армейский резерв специальный. По сути, бойцов набирают по объявлениям и не признают военнослужащими. В сентябре прошлого года на границе с Украиной Минобороны провело масштабное учение. В них приняли участие 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украину в батальонах БАРС отправилось не более 8 тысяч человек. Причем часть из них набрали уже после начала войны и не из числа резервистов. Плохо основные доноры живой силы в войне против Украины являются буряты, тувинцы, дагестанцы и жители других неблагополучных регионов России. Но их немобилизационный потенциал истощается. Они уже почувствовали, что такое война, идти на фронт мало кто соглашается. Это заставляет Кремль активизироваться в центральных областях. Дошли до Московской и Ленинградской областей. Даже в почтовые ящики москвичей бросают рекламу пропаганде войны активно участвуют главные федеральные телеканалы. Моя задача была поддержать добровольцев, укрепить их в сделанном выборе. Но успехи небольшие. Россия испытывает большие трудности с формированием добровольческих батальонов для войны в Украине. Как сообщает Институт изучения войны российское правительство на местах в субъектах федерации, врет о количестве людей, записавшихся в добровольческие батальоны. Это делается для того, чтобы скрыть неудачи в их формировании и привлечь больше людей. Добровольцев, которых все же удалось привлечь, отправляют непосредственно в зоны боевых действий. По данным газеты «Коммерсант», в регионах сформированы уже свыше 40 таких подразделений. С учетом того, что в РФ 85 субъектов федерации, это свидетельствует о том, что в Добробаты россияне записываются неохотно. До конца августа месяца 85 регионов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации должны были сформировать каждый из них по добровольческому подразделению. Фактически на сегодняшний день только лишь 50 субъектов Российской Федерации могут отчитываться о том, что цифры формирования этих добровольческих подразделений на территории этих субъектов Российской Федерации дотягивает до 50%, и то не во всех далеко регионах. То есть мы можем выявить о том, что программа формирования добровольческих подразделений общей численностью порядка 34 тысяч военнослужащих Российской Федерации сорвана. Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис. Мобилизацию объявлять нельзя, потому что король голый, а добровольцев днем со свечой не найдешь. Мы видим по уровню укомплектованности так называемого третьего армейского корпуса, который появился на базе Мулина, это Нижегородская область. Планировалось, что состав третьего корпуса будет включать в себя порядка 15 тысяч военнослужащих. Насколько мне известно, в лучшем случае сейчас строю 11,5-12 тысяч российских солдат и офицеров. И уже в это время первый эшелон третьего армейского корпуса перемещается железнодорожным транспортом в направлении Росковской области. То есть не доформированный до конца, не сформированный до конца армейский корпус уже выдвигается для выполнения боевых задач. Это говорит о том, что практически вся российская машина, которая была сосредоточена на формировании одного армейского корпуса стратегического резерва, не способна была в указанные сроки обеспечить личным составом это объединение. Но Кремль, как всегда, играет мускулами, он снова хочет показать, мол, смотрите, какая мощная у нас армия. Ему важно количество, а не качество. Это уже показали полгода войны против Украины. В удобрение для украинского чернозема превратились лучшие подразделения российской армии. Теперь Путин собирается кидать в топку войны необстрелянных молодых парней, призывников желторотиков. Им придется воевать против слаженной, мотивированной и оснащенной современным оружием украинской армии.